Радио 54 Первое. Областное радио Служба моторного масла. Если это так, то какое решение предлагает Супротек? Если прямо оно очень быстро начинает гореть, то какая-то проблема с цилиндропоршневой группой, картерные газы, ну, газы раскаленные прерываются в поддон, и там масло начинает очень быстро окисляться. То есть увеличить срок службы масла в двигателе можно? Можно, но далеко не всегда. Это уже именно мы говорим про те случаи, когда масла работает неадекватно мало. Когда, допустим, за одну-две тысячи масло начинает гореть. Это ненормальный процесс, это говорит о том, что... А гореть что значит? То есть оно, ну, как дымит машина или масло исчезает непонятно куда? Типичный симптом, когда мы щуп достаем, нюхаем, у кого нюх еще остался, да, в нынешней ситуации. Четкий запах гари. И такого быть не должно. То есть за тысячу-две пробега масло не должно гореть, даже самое простое, самое дешевое. Ну, то есть у вас есть какие-то такие специальные составы, которые помогают в этой ситуации? Да, наш состав, наша основная линейка Актив Плюс, она в этом случае помогает. Она увеличивает плотность цилиндров, плотность камеры сгорания, меньше газов прорывается в поддон, масло меньше окисляется. Вот так это работает. А у вас же свое какое-то масло есть, супротековское, да? Масло есть, но обладает достаточно большой ценой, но и соответствующим качеством. То есть мы прям проанализировали топовые позиции наших конкурентов, пришли на немецкий завод, попросили, дайте нам вот прям самое хорошее масло, но мало того, что оно самое хорошее, оно еще должно быть для наших условий эксплуатации российских. Полтора года там наше техническое задание прорабатывали и выпустили на рынок масло супротекатомиум. Там масло действительно выдающееся, причем я как пионер, я на своем личном автомобиле, я укупил салона, и сразу же на двух тысячах заводское масло слил, залил наше, и начал проводить испытания, свою отработку, и отправляю в Екатеринбург, в лабораторию, там масло изучают на предметы износа. Машинку у вас анализы сдает, получается? Да, я же людям это дело продаю, я должен в глаза смотреть и говорить о том, удовлетворяет этот продукт с каким-то требованием или не удовлетворяет. А почему не нравится Романа видеть в нашей студии? Потому что ему веришь, потому что он приходит, он не рекламный текст с бумажки читает, да? Они действительно сами проводят все эти исследования и рассказывают всем нам о том, как на самом деле работают составы компании супротек. Ну, с маслом понятно. А вот если, например, двигатель трудно, затрудненный пост двигателя, что-то доделает? Про масло. Вот вы говорите, что купили, да, на этом заводе масло. Масло вообще разделяется для нового автомобиля и для автомобиля, который уже был в эксплуатации? Потому что, ну, ни для кого не секрет, у нас очень много в парке автомобильном машин, которые уже, ну, не первые руки прошли. Ну, скажем так, масло больше разделяется. Есть требования для современных двигателей, где присутствуют, если это дизель, это сажевые фильтры, если это бензиновый двигатель, многоступенчатые катализаторы. Под них требуются так называемые малозольные масла. Да. Наши масла полностью этим требованием удовлетворяют. Серы при сгорании очень мало. И это обеспечивает совместимость с современными двигателями. То есть это и нагар минимальный, и влияние на экологию тоже. Старые двигатели тоже можно лить, все это дело замечательно, все будет работать. Прекрасно. Ну, вот, если, например, пуск двигателя затруднен, надо же сначала найти причину, из-за чего это происходит, а потом уже искать это лекарство в Супротеке. Если это, например, грязь на форсунках, это одно, да, а если это снижение компрессии, совсем другое. Или есть какой-то универсальный вариант. Да, 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 причину. А вот вы, кстати, очень интересно подвели, зачем к нам приходят люди, то есть, вы говорите, надо сначала выяснить причину. А придя к нам, можно купить, допустим, средства для профилактики топливной системы, там, 350 до 450 рублей, если мы говорим про бензиновый мотор. Залить и уже какую-то из причин смотреть, есть изменения или нет. Это дешевле, чем у Севсервис. Кстати, неплохой вариант. А станционная 16-1 у нас в Новосибирске, если я не ошибаюсь, да? Да, все верно, вы уже запомнили. Да, мы уже, кстати, а слушатели Радио 54, назвав кодовую фразу Радио 54, что-то могут какую-то, может быть, в скидочку в этот раз? Видите, в этот раз мы будем без Радио 54, но до конца этого месяца ваши слушатели могут прийти и получить скидку до 20%, потому что, ну, опять-таки, они услышали это на Радио 54, но можно приходить без промокода. У нас просто до конца этого месяца акция буквально вчера началась. До 20%. Ничего себе. Да, кстати, впереди по курсу розыгрыш набора эксклюзивного от компании Супротек не пропустите. Ну, едем дальше. Тогда, если опять к двигателю возвращаемся, появляются посторонние шумы какие-то в двигателе. Это как-то тоже можно решить? Да, можно решить. Опять-таки, чудес не бывает, все стуки волшебным образом не пройдут, но я вот сейчас прям самый яркий пример дам, это гидрокомпенсатор. То есть, если где-то сверху у двигателя что-то постукивает, особенно на холодную, это говорит о том, что это, скорее всего, гидрокомпенсатор. Вот, линейка «Актив», все удивляются, она решает проблему за несколько часов. Ух ты, ничего, это лечится и быстро. Если обычно для проявления результата нужно проехать 500, хотя бы 1000 километров в этом диапазоне, то буквально за 2-3 часа обычно проблема с гидрокомпенсаторами решается. Хорошо, такой вопрос. Вот эту присадку залили, помогло прекрасно, а если не помогло, то есть понятно, что не в этом проблема. Не навредит ли присадка, которая использовалась не по назначению? Присадка ни в коем случае не навредит, причем мы проводили эксперименты, делали передозировку в 5 раз, никаких негативных моментов нет.